Будет выступать Ольга Вячеславовна Милёвина, старший научный сотрудник отдела интернационной хирургии Московского клинического научного центра. Вам 10 минут. Спасибо, что 10. Спасибо, Юлия Валерьевна, Ольга Николаевна. Тема нашего доклада, у нас достаточно пока еще не очень большой опыт, наш центр существует 4 года. Соответственно, в течение этого времени мы только используем наши технологии в этом центре. Итак, в настоящее время ограничением для резекции является очень мало что. Это только очень маленький объем остающейся паренхемы печени, диффузные заболевания печени, что может, соответственно, при резекции привести к печеночной недостаточности пострезекционной. Мы хотим привести такие небольшие данные, они немножко различаются по разным методам. Какие существуют методы увеличения остающегося паренхемы печени? Это, соответственно, перевязка воротной вены, она известна с давних пор. Это портовенозная эмболизация. И, соответственно, АЛППС. Не такая давняя методика, но, как здесь можно видеть, сейчас я прошу прощения, где здесь? При АЛППС самая большая гипертрофия, более 100%, за очень короткое время. Но при этом мы видим очень высокий уровень осложнений, соответственно, и летальности, который со временем, естественно, снижается. Итак, какие существуют методы подсчета увеличения паренхемы после методов, направленных на ее увеличение? Методы, применяемые японскими авторами наиболее часто, в расчете в миллилитрах объема, что не всегда является верным, поскольку после различных методик происходит уменьшение объема, например, той же правой доли. И, соответственно, ответ рассчитывается. Наиболее часто используемая формула – это возрастание объема в процентах и степень гипертрофии. Просто вычитание то, что стало и то, что было. Наш опыт, как я сказала, пока не очень большой. Здесь я привожу немножко другие данные, потому что они были обновлены прямо перед отъездом. Это 110 пациентов с опухолью Клацкина. Как вы видите, большая часть пациентов оперирована была. Это полиативные методы лечения, только дренирование. Портовенозная эмбулизация была выполнена у 19 пациентов, потому что был недостаточный остающийся объем паренхемы печени. Новый метод – через кожный ральпс. С одним пациентом, который открытый ральпс выполнялся, мы сейчас об этом поговорим. 8 пациентов и без каких-либо других методов, в основном это, конечно, были либо 3B-типы, сразу операция без дополнительных методов увеличения остающейся паренхемы печени. Итак, всего у нас выполнена 31 нано-портоэмболизация при различных нозологиях. Наибольшую часть как раз составляют пациенты с воротной холотной кихологией карциномии. Выполнена у 19 пациентов. Резекцию в последующем, после получения гипертрофии, выполнена у 15 пациентов, у 5 наступила прогрессия – 26% пациентов. Все предпочитают разные вещи для выполнения портоэмболизации. У нас тоже есть свои предпочтения, естественно. Мы предпочитаем сочетание липоидол, желатиновая губка, дополнительная установка спирали для редукции кровотока. И перед этим возможно введение чистого этанола, потому что уходит гораздо меньше материала, и методика становится более эффективной. Но мы работаем очень селективно из-за того, что нет японских катетеров, которые позволяют редуцировать полностью кровоток и потом вводить спирт. Многие не пользуются при отсутствии катетеров в связи с тем, что боятся спазма легочной артерии на введение спирта через воротную вену. Соответственно, критериями эффективности является полное отсутствие портального кровотока, в эмболизированной доле. Резкое усиление кровотока в эмболизированной доле по артерии, как вы видите, здесь больше 70 см в секунду. И в то же время на этом же пациенте в левой печёночной артерии, как вы видите, нормальный кровоток. Итак, осложнение после порта эмболизации. Нецелевой эмболизации у нас не было, тромбозов не было, болевого синдрома, тоже, по крайней мере, из этих пациентов ни у кого не было. У всех 50% это был транзиторный подъём трансаминаз в течение приблизительно 4 дней. Гипертермия, тоже практически половина пациентов, 52%, прогрессия заболевания у пяти. Но здесь сложно сказать, там, часть пациента, возможно, была прогрессия заболевания, часть, возможно, была не диагностированная, например, канцероматоза. По результатам, значит, до порта эмболизации средний объём был 33%, после порта эмболизации тоже в среднем 43%, время гипертрофии около трёх недель, больше-меньше, и возрастание объёма паренхимы 30%, достаточно немного. Итак, почему же у нас не получается такой же, вроде бы, порта эмболизации является более эффективной методикой, чем перевязка воротной вены? Потому что перевязка воротной вены у нас остаётся портопортальной шунты, что позволяет перераспределению крови в правую долю и меньше гипертрофии. То же самое, как бы мы хотели бы получить те же методы, ту же степень гипертрофии, как при Альпсе. Ну, появились давно достаточно работы, когда исследовалось при ангиографии скорость образования портопортальных шунтов. Через три недели они были у всех после перевязки воротной вены. Абсолютно. У всех хорошо кровоснабжалась правая доля. Поскольку при Альпсе происходит пересечение паренхимы печени между правой и левой долей по средине фиссуре, то, соответственно, ликвидируется возможность образования портопортальных шунтов. Но Альпс много осложнений, большая летальность. Появляется статья 1 в 2015 году о том, как минимизировать осложнения после Альпс. Выполняется радиочастотная абляция, лапароскопическая, посредине фиссуре, а также перевязка воротной вены. Посмотрите, гипертрофия 62%. 21 день бремя ожидания, осложнений 20%. Появляются новые статьи уже с использованием микроволновой абляции. То же самое лапароскопически и открыто. Выполняется пересечение посрединой фиссуре микроволновой абляции РЧА с перевязкой воротной вены. Гипертрофия 20 дней, 75%. Практически сопоставимы с Альпс. Потом, в 2016 году появляется публикация китайских авторов. А впервые выполнены в двух случаях при ГЦРе полностью через кожные методики, когда выполняется порт-эмболизация и микроволновая абляция по будущей плоскости пересечения печени. Получают удивительные результаты. 41% нацеротических больных за 10 дней. Какой наш опыт? Статья опубликовала из китайских авторов в 2016 году. Мы первый РАЛЬПС через кожный полностью сделали в 2015 году. Всего мы выполнили. Сейчас 12 через кожных РАЛЬПСов к настоящему моменту. И три пациента выполнили открытые. Два открытых, одну лапароскопическую РАЛЬПС. Вот разбивка по нозологиям, при каких нозологиях мы это выполняли. Итак, РАЛЬПС, то есть открытый лапароскопический с перевязкой воротной вены. Это метастазы колоректального рака у двух пациентов и опухоль кладскиного одного. Здесь представлено, что было у нас до объема паренхимы, остающейся после, и, соответственно, взрастание объема. И дальше полностью через кожный метод. При опухоле кладскина у семи пациентов мы выполнили. До этого было 32% в среднем, 48% после, средний прирост 57%. Меньше всего, в общем-то, среди других нозологий. На самом деле, потому что очень попался такой тяжелый достаточно круг пациентов, которым мы это выполняли. В среднем как раз сопоставимые данные с методикой АЛЬПС. То есть очень высокий процент и за короткий срок. В среднее время гипертрофии от 7 до 14 дней, максимум 2 недели. В чем заключается методика? Методика, соответственно, в первую очередь выполняется. РЧА по плоскости будущего разделения паренхимы печени. Ориентир на среднюю печеночную вену. У меня немножко осталось, Руслан Богданович, я прошу прощения. Ориентир на среднюю печеночную вену устанавливается в среднем. Начинали мы с трех электродов. Сейчас, в принципе, у нас уже 5 трасс как минимум идет. Я понимаю, что это очень большие зоны некрозов, которые образуются четко посредине фиссуре. И также, естественно, ложа желчного пузыря – это условная плоскость, проведенная между, по сути дела, двумя основными анатомическими ориентирами. 3-4 минуты производится. Вот здесь видно уже после выполнения, через несколько дней, мы видим, вот хорошо видна зона РЧА проходящая. Там их будет несколько, они накладываются будут друг на дружку. И уже достаточно большая левая доля печени, правая, небольшая. Ну, как это выглядит, соответственно, на КТ, да, зоны РЧА, посрединной фиссуре, и как это выглядит интероперационно, уже при выполнении радикального этапа. Осложнение после через кожного ральпса. Опять же, у нас белома была в двух случаях по зоне РЧА, потому что сначала на отработке методики слишком долго время подбирали. 5 минут, сколько взять. То есть, да, были беломы. Подъем трансэминаз – 70% пациентов. Гипертермия – 100%. Первые 5 суток у всех абсолютно. У некоторых это может сохраняться до недели-полутора. Причем без признаков. Ни процепсин не поднимается, ни признаков воспаления в лейкоцистерной формулы нет. Чисто резорктивная лихорадка. Не идет. Ай. Извините. Итак, вот здесь мы как раз сравниваем портим-эмболизацию и ральпс. Как мы видим, не настолько больше прирост, но все-таки больше гораздо прирост, и за более короткие сроки. Разница между больше, чем 3 недели и 12 дней. В заключении мы хотим сказать, что да, портим-эмболизация является эффективной методикой у 74% пациентов. А ральпс позволяет нам сократить сроки, избежать, соответственно, прогрессии заболевания большей. И будем изучать дальше. Пока у нас еще опыта не так много. Спасибо за внимание. Спасибо. Один вопрос из аудитории. Методика абсолютно новая, мало изученная, но такая, на мой взгляд, обнадеживающая, потому что альпс в классическом виде все-таки более тяжелое вмешательство и сопровождается высокой летальностью. Здесь у нас появляется возможность, если что, сделать шаг назад. Спасибо за доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!